всем привет из сочи вы на канале танюшина орхидеи сад ну вот и начинается домашнее цветение моих ароматных орхидей это вальконы цветочки только-только стали раскрываться еще не набрали нужный окрас но уже уже вот такая лапочка цветение будет на два цветоноса один вот такой вот разветвленный посмотрите сколько бутончиков и второй цветонос вот так чуть пониже вот корешочков у него много со всех сторон розетка компактная хорошо сложенная в горшке конечно тоже корней полный горшок корней шикарная листва немножко от печки прихватилась вот такая шикарная шикарная орхидейка конечно я за ней ухаживаю как и за остальными все парфюмерные фабрики любят обязательно стоять на светлых окошках тогда они вот так вот хорошо пышно цветут обязательно подкармливаю одну каплю удобрения на литр воды но у меня ведерки приблизительно там 900 грамм вот опускаю это ведерка вот в такую но приблизительно вот так вот опускаю при поливе на 15-20 минут такая вот красота вот значит по поводу удобрения чем я сейчас вот сейчас я начала подкармливать для цветущих еще один раз подкормлю и потом немножко сделаю промежуток когда вот цветы все раскроются я немножко не удобряю вот а до этого я делала упор на азотосодержащие удобрения какие бы тошки классные такая лапочка такая прелесть сейчас покажу еще остальные у меня только все начинают 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 цвести в тот раз она тоже цвела на два цветоноса она у меня цветет каждый раз на два цветоноса вот здесь тоже все колосится это кресло рядом с окошком конечно тут немножечко темнее но эти сорта спокойно стоят и здесь этого джулия стоит вот видите два цветоноса и там третий это еще одна парфюмерная фабрика тоже все колосится даже вот здесь мультифлора которая уже отсвела видите выпустила продлила свои цветоносы такая вот лапочка так что если вы правильно будете свои орхидеи растить прежде всего конечно надо наращивать корневую систему листовая масса что была хорошая для этого нам нужны азотные удобрения и тогда у нас будет хорошее цветение так что так что так что так что вот так вот все все вот здесь вот заколосилась у меня сейчас это коода тоже заколосилась на два цветоноса ну сейчас будем плавно перетекать на окошко покажу что у меня на окошке пока солнышко на окошках нету покажу вам вот здесь вот заколосились там где-то еще второй был цветонос не вижу вот так вот заколосились все все мои здесь у меня конечно стоят больше мультифлоры и стоят парфюмерные фабрики видите почти все на два цветоноса вот это вот моя мелочь но тоже на два цветоноса там вот парфюмерка не парфюмерка мультифлора здесь даже даже вот такой вот смотрите какой хороший вытянул цветонос орхидея который которая только-только из реанимации вышла и вот я думала там один-два цветочка даст вот что нужно это тоже после реанимации тоже дала цветонос но у нее уже там корни достаточно так что нормально конечно освещение всегда говорю нужно хорошее освещение вот здесь вот у меня внизу тоже стоят видите тоже на два цветоноса где разветвленные если будет хорошее освещение перепад температур у меня допустим дома 17 градусов днем теплее потому что у меня отопление камином вот этот цветонос не хочет ловиться ни в какую нижнюю ловится вот то есть перепад температур хорошее освещение и подкормки вот сейчас я еще до подкормила с азотными удобрениями как только сейчас вот уже наверное последний раз вот эти которые вот видите потом буду для цветущих орхидей удобрение можно в принципе выбирать их сейчас такое большое множество просто смотреть по составу всегда есть состав где написано преобладание либо азотных либо фосфорно-калийных вот даже батончик куда-то не туда залез надо будет потом поправить его вот такое вот видео получилось конечно же вот это окошко у меня южное вот смотрите тонкая шторка вот на зиму даже можно было ее убрать но но у меня там соседи наверху я не стала убирать но летом вот за этой же шторочкой все и стоит и в принципе замечательно себя все чувствует так что ничего сложного нету никаких танцев с бублем не не надо если у орхидеи они нарастили хорошие корни сделаю видео еще по корням но в принципе нельзя орхидеи заливать у меня все орхидеи даже которые вот стоят таких кашпо вот видите показываю все горшки с дырками и поливаются с маленькой просушечкой то есть вот корни засеребрились и даю еще один два дня чтобы немножко они просохли и только потом поливаем так что жду свое море цветоносов и в других местах околоситься но пока показывать не буду вот а вам хорошего дня хорошего настроения крепкого здоровья всего 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 самого наилучшего растите свои орхидеи не бойтесь на самом деле они не такие уж сложные вот всем пока пока да кому понравилось подписывайтесь ставьте лайки всегда приятно всем пока 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 не